всем привет дорогие друзья подписчики и гости моего канала с вами канал fuck you и это рубрика наша дневник трейдера друзья что же мы продолжаем торговать 905 утра вчера выдался тяжелый день прям честно я был сам весь не в себе не мог понять что происходит с рынками да до вечера я следил за этим всем давайте так быстренько пробежимся а потом я объясню постараюсь объяснить вам что что могло случиться с нашими рынками и так начнем с канадца канадец смотрите просто дам от вчера мы тут где-то стрелочку ставили вчерашний день просто там возьмем high low просто 1700 пунктов бах да канадец вернее доллар упал канадец вырос тут же тут же у нас как идет градуляция до соотношения то есть вот допустим и доллар канадец это я говорю для тех кто не знает а для новичков доллар канадец если график идет вниз это значит доллар слаб слабее да канадец сильнее потому что цена его становится в россии цена его допустим было один за 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 один канадский вернее за один доллар давали один канадский и 40 центов до допустим вот и поэтому чем больше график идет вниз тем слабее доллар нам то есть смотрите что произошло за один день на 1700 пунктов канадец укреп скажем так дальше поехали фунт 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 на 1500 укреп новозеландец на 1300 австралиец на 1400 иена вот единственное что не сильно так колебаний получила да это ена меньше всего она вот ходила на плюс минус 400 пунктов и сейчас опять вошла в коридор опять движется в этом коридоре то есть да вчера вот мы здесь торговались на этом уровне ну и она здесь и осталась то есть ена отреагировала меньше всего самые больше отреагировали другие страны смотрим дальше евро доллар 1300 пунктов и доллар франк прям вообще как будто бы какая-то я не знаю была глобальная новость просто смотрите бух на спросите вы что же произошло а произошло следующее даже александр михалыч записал вечернее видео что он по этому поводу всем привет лучше на экстренный выпуск запалил fireplace запасил свой мозг и начал думать что делает государство и на самом деле я понял если бы государство сразу опустила бы стак маркет и потом начали выходить плохие квартальные отчеты то скорее всего мы бы увидели не просто 2 3 но мы были увидели очень низкие цифры по рынкам однозначно и мы бы понимали прекрасно что действительно на рынке большая проблема поэтому задача государства я имею ввиду правительство было предельно простое это по максимуму удержать рынки по максимуму удержать рынки предельно для простых вещей когда начнут выходить квартальные отчеты плохие они начнут выходить про плохие квартальные отчеты потому что 80 процентов компаний которые вообще на сегодняшний день присутствует на рынке эта компания которая зависит от так называемых консумер спендинг начиная от компании которые продают машины заканчивая компаниями там которые продают телевизор или что-то другое мы не берем во внимание какие-то технологические компании я понял одну вещь что все вот эти рыночные вливания на рынок там сегодняшнее рыночное вливание среди рынок был почти плюс 4 процента и там на прошлой неделе рыночное вливание когда рынок постоянно покупали они рассчитаны на то чтобы по максимуму удержать рынок когда начнутся квартальные отчеты и квартальные отчеты будут плохими они однозначно будут плохими во втором квартале когда gdp очень сильно упадет в ввп то мы действительно можем увидеть очень сильное падение на рынке. Поэтому государство по максимуму все сделало для того, чтобы эти падения предостеречь в будущем, если рынок будет падать, а рынок будет падать, он будет падать от верхов, и это уже не будет так страшно, и морально люди спокойно это смогут пережить. Это мое личное мнение. Я думаю, что оно правильное. Я просто логически уже сидел, долго думал и пришел к такому выводу. Всем хорошего дня, увидите. Итак, друзья, что у нас произошло вчера на рынках? Я вот когда увидел вечером, да, я дождался вечера, дождался уже конца этих всех движений, да, и этой волатильности, этих движений. Вот, потому что движения были, ну, просто неистовые, да, там все АТРы, все все возможные все возможные как бы меры, наши цены прошли, не поддаваясь никаким логическим мышлениям, да, почему цена котится, котится, вверх, вверх, там, ну, направленности на графике разные, но это просто все зависит от направленности валюты, то есть это фунт-доллар или доллар-фунт, и из-за этого график в одном случае вверх, в другом случае нет. Вот, и только мне одно пришло на голову, да, налезло мне на голову тоже, это то, что такими мощными всплесками могут накачивать рынок только банки, то есть, если бы это происходило, да, по какой-то одной валюте, да, какой-то резкий скачок, мы там получили, три стопа, остальные валюты отработали нормально, да, то фиг с ним. А тут у нас идет просто, как будто бы, какой-то пампинг рынка, да, выкупается, все выкупается, жестко по всем, по всем валютным парам, все выкупают, укрепляется национальная валюта в соотношении к доллару, то есть, да, то есть доллар, доллар демпят, валюту выкупают, национальную валюту укрепляют по всем этим самым. И мне пришло только одно в голову, это делают национальные банки перед какой-то жопой серьезной. Потом уже выходит Александра Михайловича это видео, ну, поздно оно, поздно оно вышло, вечером где-то, я вот не помню точно, во сколько там, или в 11 вечера, что-то такое. Я просто вздохнул с облегчением и уснул. Вот, друзья, потому что я уже, ну, я просто, у меня целый вечер кипела голова, что это такое происходит, или это я что-то неправильно делаю. Может быть, у меня новостной индикатор заглючил, там куча новостей была, я это все пропустил. Вот, и хотел торговать перед новостями, на новостях, ну, недоразумение мое было большое. Ну, говорю, в конце дня я увидел, что это по всех рынках такое случилось. То есть, рынки выкупили вчера нацбанки, да, выкупили рынки на полторы тысячи пунктов. Вот так вот можно сказать. То есть, а для того, чтобы хорошо сходить вверх, они сначала, да, продали на 250 пунктов, посрывали с ближних, как мы видим, с ближних двух уровней, да, посрывали все, что можно было посрывать, все, все стопы, все лимитные ордера, да, чтобы потом легко сходить вверх. Все. И потом легко сходили вверх. Вот тут вот, как мы видим, плюс-минус был какой-то перерывчик, да, пошли пообедать, да, и потом сели и доработали свое. Вот такие вот, друзья, дела. Посмотрим, что будет сегодня. Лондонская сессия открылась уже, да, вот, до начала европейской сессии у нас еще 45 минут, поэтому я пока что ставлю на паузу, да, будем ждать, смотреть, что будет происходить с нашими рынками, куда они будут двигаться, будут ли они рисовать нам какие-то модельки сегодня, да, поэтому переключаемся на наш график, на наши, так, чтобы мы все видели и все контролировали, да, себе красивенько тут все растягиваем, чтобы было хорошо видно, так, все хорошо видно, ну все, друзья, я пока что ставлю на паузу, будет что-то интересное, будем включаться, смотреться, но уже сегодня торопиться не будем, будем брать только такие хорошие, подтвержденные сигналы, вот, и с маленькими стопами, потому что вы видите, рынок как-то неадекватно себя ведет, волатильность большая, и если мы просто-напросто будем спешить, нас просто будет сносить этой волатильностью, и по факту мы ничего не заработаем, опять же, только потеряем, вот смотрите, 2 по евро-доллару, 2 15-минутные свечи, рынок только открылся, да, 2 15-минутные свечи, волатильность 140 пунктов, тупо, себе цена тут пришла вниз, тупо, вверх, вверх, вниз, вверх, чего, блядь, чего, блядь, ну, это, это просто, а, мама, мама, спасай меня, да, вот, опять же, вот, допустим, по тому же австралийцу, да, посмотреть, то есть, опять вероятно, что сегодня на рынке будет пампинг, опять, еще одна верная, хотят, ну, хотят рынок поднять, национальную валюту хотят поднять, да, потому что, если будут потом квартальные отчеты выходить, да, а у нас на носу квартальные отчеты, каждая страна, вон, смотрите, что происходит, да, смотрите, просто, пык, 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 понеслась, понеслась, смотрите, импульс, просто, 80 пунктов за минуту, просто, от уровня до уровня, просто, сорвали, сорвали ближайшие стопы, да, видим, тут, вот, нырнули за, за линию поддержки, 0,9, 100 по евро, доллару, и погнали, опять вверх, пампить, все, то есть, есть возможность того, что сегодня опять рынки будут улетать вверх, еще на полторы тысячи пунктов, смотрите, что происходит, все, понеслась, как говорится, понеслась, выкупается, все, причем, что я так смотрю, и, ну, тут, не знаю, как мы видим, по иене, совсем какая-то другая ситуация, доллар, иена, доллар, получается, по соотношению к иене, доллар крепчает, не знаю, почему, получается, иене нету смысла, иене нету смысла, выкупаться, потому что они и так по 107, по 107 иен за один доллар, да, и так, типа, короче, мы на дне, да, в ту сторону просто котировка лучше выглядит, да, для того, чтобы ее не показывала на дно, да, то ее сделали обратную, доллар, иена, чтобы как будто бы рынок рос, чтобы люди не нервничали, потому, короче, на таких, на таких валютах, где идет уже счет на сотни, да, на сотни за один доллар, то есть, там 100, 107 иен за один доллар дают, да, то там рынки перевернуты, ощущение такое, что рынок растет, да, но на самом деле он падает, доллар, получается, доллар растет, потому что котировка у нас доллар-иена, доллар растет, иена падает, да, то есть, цена ее увеличивается за один доллар, дают там уже, вот видите, сейчас дают 107 иен, 39 там, цента йен, а чуть-чуть выше уже будет 107 и 45 центов, да, то есть, уже вырасти там на 6 центов, на 6 цента йен, да, не знаю, как их ни копейки там называются, ну, дернулась, дернулась, опять дернулась у нас все вверх, будем смотреть, будет ли поджатие какое-то, вот по евро-доллару, да, если тут будет сейчас какое-то накопление позиции, набор позиций, уровень у нас четвертной, круглый, уровень сильный, не так легко его должны проходить, как соточку, да, как соточку раз, и пробили снизу вверх, прошли, накопление небольшое было, дальше, два ложненьких пробоя, и пошли вверх, даже не два, а один тест вниз, забрали стопчики за уровнем, и рванули вверх, да, ну, так рванули, нормально рванули, вот, то есть, смотрим, что будет происходить, будет ли цена у нас дальше ползти, закреп, о, прошла, да, прошла, смотрим, закрепление над уровнем, если будет, можно будет дальше, покупать вверх, тем более, АТР вверх у нас есть, тем более, хороший, да, пунктов, ой, 450 пунктов, все, оставлю на паузу, рынок открылся, торговля пошла, будем сегодня пробовать, идти за рынком, да, то есть, не спеша, не спеша, будем пробовать, идти за рынком, смотреть, что с этого всего можно сделать, иена пока что из всех валютных пар, да, основных, живет своей жизнью, там доллар крепчает, тут пары крепчают, а там крепчает доллар, поэтому, иену с ее неопределенностями, наверное, можно куда-то отложить в уголок, а одну из каких-то пар поставить сюда, в центр, чтобы было лучше видно, что там происходит, все, ставлю на паузу, друзья, потому что, не бойся, опять уже там наговорил, нет, сегодня, сегодня я быстрее справился, за 15 минут, да, с анализом этого всего, беспредела, которое происходит у нас на рынке, все, ставлю на паузу, как только будет что-то интересное, сразу включаюсь, и показываю вам, рассказываю, вот смотрите, друзья, что происходит, то есть, только рынок открылся, да, еще вроде бы, как бы туда-сюда не успело ничего сформироваться, все, полетели свечи, уже рынок у нас пробежал 300 пунктов, просто, просто пролетел 300 пунктов, и непонятно, что дальше делать, то есть, да, пробой уровня был, ну, то есть, это плохая волатильность, как на ней торговать, здесь никакие модели не будут отторговываться, ничего, то есть, если такие большие свечи летят, они точно так же, как и вверх, точно так же и могут и вниз лететь, да, то есть, грубо говоря, вот, цена стукнулась в какой-то уровень 400, 0,9400, да, так, отвлекли меня немножко, как мы видим, давайте сначала, да, то есть, цена у нас стукнулась в уровень 0,9400, и немножко начала откатываться назад, причем тоже резкий откат, в районе 60 пунктов, 70, там, за ближайшие, там, 15 минут, да, вот, непонятно, что на таком рынке делать, эта волатильность, она может очень сильно, очень сильно может ударить по нашему карману, да, ну, вот, какие-то, как мы видим, вот, за май, какая-то отчетность будет, экономическая, да, экономик какой-то, отчет, вот, и что на таком рынке делать, вообще, я не знаю, друзья, потому что, ну, тяжелый рынок, да, то есть, смотрите, по всем сразу, смотрите, вот, по канадцу вообще, ну, как бы, входить в рынок, да, на пробой, со стопом 300 пунктов, ну, вообще, ноуриал, да, тут, допустим, то же самое, не знаю, что делать, не знаю, ну, цена прошивает уровни насквозь, нигде нету никакой консолидации, ни ничего, вот, франк немножко тупил, да, сейчас вот проснулся и тоже полетел, да, уже вот 120 пунктов пролетел, кстати, такая интересная закономерность, сначала рванул евро-доллар, за ним потихоньку потянулись остальные, вот, а франк немножко с задержкой у нас, но тоже пошел, да, то есть, ну, и вот смотрите, да, то есть, пробило уровень, теперь от уровня отлетело вниз, да, заходить, допустим, со стопом 50 пунктов за эту свечу, прятать стоп, все так делают, да, то есть, стоп по-любому сметут, соседняя свеча, которая будет откатываться, а, а прятать стоп сюда, ну, это 130 пунктов, торговать на таком рынке, идти против своих, риски, money management, да, тоже как-то не, не очень, не очень, как говорится, поэтому даже не знаю, будем просто наблюдать, будем смотреть, давайте еще раз откроем, посмотрим на эту волатильность, мощнейшую, просто мощнейшую волатильность, смотрите, тут, кстати, ночью было что-то у нас такое, да, ночью тоже формируются модельки, вот уровень 0.9, 225, был 220, скорее всего, или вообще 92, 20, 92, 220, что-то такое, да, а, вот он, 92, 200, уровень был, да, и было здесь что-то такое, ночью что-ли торговать, я не могу понять, да, ночью более спокойный рынок, хоть бери, и ночью на такийской сессии торгую, потому что, видите, ночью плюс-минус, спокойная, спокойная сессия, так, телеграм там уже разрывается, бумкает, бамкает, ладно, друзья, не буду затягивать видео, потому что, ну, реально, пока что ничего интересного нету, только видео растягивается, пока ставлю на паузу, смотрите, просто, насколько интересная волатильность на рынке, да, то есть, если раньше такое происходило, да, по классике, когда рынки нормально, в спокойствии, в работе, да, все происходит спокойно, раньше это можно было назвать восходящим флагом, да, то есть, есть такая классическая фигура на рынке, на форексе, как флаг, да, то есть, у нас там ручка есть, и есть какие-то грани коридора, где идет небольшой флэтик, да, и потом флаг пробивает или вверх, или вниз, да, то есть, или это разворот начинается, данной короткосрочной тенденции, или продолжение движения, смотрите, насколько сейчас дикая волатильность, да, то есть, что произошло с нашим флагом, его порвало просто на британский флаг, да, по евро-доллару, начало что-то формироваться типа флага, но каждая свеча, каждая новая свеча, каждый новый бар начинает поглощать предведущий, просто-напросто, да, одно, что вот мы можем сказать, это вот здесь вот провести уровень, потому что уже такой локальный уровень, проведем его, сейчас посмотрим, что у нас здесь low, 0.933, 0.931, ну вот 0.931, а, как раз у нас этот low и есть, да, только мы поменяем ему цвет, чтобы мы знали, что это локальный уровень у нас, вот, и давайте глянем, голос подсел, давайте глянем по истории, есть ли у нас вообще где-то ударчики в этот уровень, ну вот, кстати, был распил этого уровня, да, видите, четко, как этот уровень проходит посередине, да, что такое распил, это набор позиции, это набор позиции, каким-то большим игроком, потом для хорошего движения вниз, и мы как видим, было движение достаточно, таки, хорошее, да, то есть, если взять общее движение, да, потом ночной флетик, было хорошее движение в районе, там, 400 пунктов, потом ночной флет, на следующий день, сходили за стопами, и общее движение больше 1000 пунктов, то есть, проанализировав эту ситуацию, можно сказать, что от этого уровня может быть, движение в районе 1000 пунктов, ой-ой-ой, сколько у нас тут новостей, смотрите, просто новостей у нас тут сегодня, по евро-доллару завались, и по евро, и по доллару, да, сегодня прям хороший, такой новостной день, вот, что происходит, цена пробила этот уровень, чуть-чуть с люфтиком не дошла, потом два удара, сейчас отбилось, и вот может быть хорошее сейчас движение вверх, но вскакивать сюда в рынок, сейчас с стоп-лоссом, да, 100 пунктов неохот, если цена пойдет на ретест этого уровня, да, в обратную сторону, сделает какое-то ложное пробитие, чтобы можно было за этот хвостик спрятать стоп-лосс, да, тогда будем заходить, там, с минимальным стопом, там, стараться войти около 30 пунктов, потому что, больше терять на таком волатильном рынке, ну, просто нету смысла, то есть, если цена сделала ложное пробитие, и потом пойдет вверх, да, дальше к следующему уровню, то она и так пойдет, да, и мы там своих, там, 3 к 1, 30 к 90, заработаем и так, вот, если же цена возьмет стоп-лосс, ну, значит, возьмет стоп-лосс, так что, пока наблюдаем за этим уровнем, цена копейка в копейку ударилась, по евро-доллару в этот уровень, вот, интересно, какой ход событий дальше пойдет, больше пока что я ничего не вижу, по франку рвань, просто рвань, но цена дошла с большой волатильностью, от одного края, да, до другого, образуя дикую рвань, вот, по иене точно так же цена от одного края ночи дошла до другого, ну, вот, как вы видите, поджали этот уровень, да, поджали, и теперь непонятно, это ложное пробитие или не ложное пробитие, ну, вроде как модель ложного пробития, да, и вроде как она немножечко даже себя отработала, вот, от уровня 500, да, то есть круглый уровень, 500, здесь произошла даже наша моделька ложного пробития, со стопом 25 на 75, она уже даже себя отработала, да, но мы работаем только от крупных уровней, потому что волатильность большая, то есть крупных каких-то исторических уровней, на этом уровне 107, 450, историческом, очень большой стоп надо было бы ставить, да, если эту модель отрабатывать по этому уровню, поэтому мы его пропускаем, и пока что не обращаем внимания, смотрим дальше, австралиец, австралиец тоже быстро прыгнул, ой, спасибо, спасибо, заяц, так, скушаем чипсеньку, спасибо, иди, шедай, итак, австралиец, австралиец у нас получается, тоже, стрельнул резко вниз, вроде как, формируя модель ложного пробития, да, среднего АТАРа, линии нашего среднего АТАРа, но с очень большим ухом, ну, то есть входить здесь нереально было, да, то есть если даже взять там чуть больше, по какому-то уровню 200, 0.65200, это было бы 95 пунктов, но оно, конечно, прошло свое, но это очень все опасно, да, очень опасно, рынок волатильный, как сюда он кинул хвоста, так бы мог пойти сюда, потом еще раз кинуть ниже хвоста, а потом аж пойти вверх, вот, смотрим, что у нас здесь, здесь такая похожая же картина, по новозеландцу, да, как по, как по доллару, можно здесь вот, 800 уровень, зелененький, тоже провести, вижу я его, тоже кругленький уровень, давайте посмотрим, что у нас там по лоу свечей, 60, 807, 60, 799, ну вот, 801 будет нормально, такое плюс-минус, пару пунктов туда-сюда, что мы имеем, на минутку перейдем, поглядеть, да, видите, цена четенько села, сейчас вот был, маленький хвостик, ложное пробитие, цена 30 пунктов отошла, это значит, что может быть хорошее движение вверх, да, проходить на новые перехаи, вот, но пока что подождем, я в такие позиции, пробойные, захожу после 4 подтверждений, да, то есть первое подтверждение у нас было, тут цена не касалась, касания не было, видим, да, здесь еще у нас одно подтверждение, третье будет, и на четвертое пойдем на покупку, да, то есть, пускай цена еще потестирует уровень, если она его вниз не сможет пройти, вот как раз, раз, два, три, четыре, не сможет пройти, вниз, да, к этому уровню откатиться, будем заходить на покупку, тут причем хорошие небольшие стопы, 30, 30 пунктов, так, тоже и по фунту у нас происходит, да, давайте посмотрим, что у нас здесь по фунту, ну по фунту более такая ситуация рванина называется, да, то есть нету какого-то конкретного, конкретной картины под уровнем, да, не, ну что, если вот так посмотреть, вот он наш уровень, да, отработался, на минутке был ударчик, потом от него откат был, 22,470, уровень отработал себя хорошо, вот, получается потом пробили уровень, сходили на 200 пунктов вверх, сейчас занырнули, опять ложное пробитие было на 60 пунктов, да, забрали немножко стопов от этого уровня, и цена подтянулась опять вверх, но сейчас ее потихоньку опять заталкивают вниз, и такое, качели, волатильность дикая, тяжело вообще что-то сообразить, как вы видите, модельки наши попадаются, да, и на M1, вот моделька, на этот самый, и под, причем даже отрабатывается, причем даже отрабатывается на M1, с маленьким стопом, можно заходить, торговать, кстати, это может стать, неплохой идеей, да, на таком волатильном рынке, пробовать, торговать на M1, скальпить, да, какие-то небольшие движения, на волатильном рынке, с маленькими стопами, да, то есть, вот, что здесь у нас получается, сейчас 25 на 75, забрали бы, забрали бы движение, вообще без, без шансов получить стоп, здесь точно так же, что здесь у нас, 20 на 60, забрали бы, забрали бы, то есть, отлично, да, отлично, можно пробовать, немножко попипсовать, поскальпить, вот, цена движется к уровню, уровень, уровень у нас этот, отрабатывает, размазанненько, конечно, немножко, но отрабатывает, как мы видели, был удар под уровень, более четко там, все на минутке было видно, так, ладно, пока что, ладно, цена пока не сильно спешит, у нас куда-то, дальше улетать, посмотрим, у нас канадец, что у нас, здесь по канадцу, а канадец у нас, приспустился, уровней у нас, здесь больше нет, давайте посмотрим, что у нас здесь, есть по истории, по хаям, прошлой неделе, вернее, по лоу, прошлой неделе, да, вот мы видим, цена сейчас уперлась, уровень, 39,063, да, какой тут лоу, этой свечи, а лоу, этой свечи, 39,084, ну и по таки поставим, такой локальный уровень, 39,084, 39,084, больше он нигде, к сожалению, не ударяется, так, это тоже, да, тут, конечно, если пройдут эти уровни, друзья, тут, конечно, есть куда падать, тут, конечно, есть куда падать, и очень хорошо смотрится на шорт, на шорт очень хорошо смотрится у нас, эта вся картина, потому что здесь нечему зацепиться, вот кроме вот этого уровня, разве что, 38,528, да, 38, 528, это у нас получается, минимум, исторический минимум, да, нескольких недель, исторический минимум, нескольких недель, вот было его прокалывание, да, ложное пробитие, и потом цена сильно улетела вверх, вот, но это исторический минимум, относительно доллара, да, то есть, относительно доллара, доллар перестал укрепляться, в отношении канадского доллара, вот, то есть, канадец тоже потихонечку пихается, пихается, борется, за свое существование, так сказать, давайте перейдем обратно на М15, посмотрим, как это выглядит на М15, ничего так выглядит, нормально, нормально выглядит, да, поджались под уровень 84, смотрите, как четко, тык-тык, ложненькое пробитие, отскок небольшой, да, небольшой отскок, сейчас цену еще раз, еще раз тестируют, на пробой, ну, получается, дошли до каких-то хороших, лимитных уровней, да, потому что, видите, цена начинает, лимитно биться, как будто бы здесь какая-то большая, лимитная заявка, ее пробить не может, пока что, цена тестирует, 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 это хорошо, это хорошо, отсюда вам можно будет попробовать что-то заходить, но стопы, конечно, дикие, дикие стопы, из-за волатильности большой, вот мы видим, здесь пора будет разобрать лимитную заявку, то есть пробили вниз, как разобрать лимитную заявку, что такое вообще лимитная заявка, да, это, то есть отложенный какой-то ордер, от этого уровня, от 6800, допустим, да, давайте сделаю покрупнее, от уровня 6800, люди выставляют заявки, buy limit, что это значит, это значит то, что цена у нас должна дойти вниз, потом задеть эту, то есть нырнуть под уровень, а потом, подъемом вверх, задеть наш отложенный ордер, да, buy limit, вот, что произошло, сейчас цена мелкими шагами проходила вверх-вниз, подкрывала эти все лимитники, теперь цена у нас прошла еще вниз, да, посрывала у нас стопы на 40 пунктов, вот, и сейчас может быть опять продолжение движения вверх, да, то есть продолжение движения вверх, давайте посмотрим, как это выглядит на минутке, чтобы было более наглядно видно, да, то есть вот что у нас происходило, цена у нас была над уровнем, да, раз протестировала, потом гуляла-гуляла, второй раз протестировала, третий раз цена пробила у нас этот уровень, да, потом сходила обратно, открыла все лимитники, которые были здесь отложены под уровнем, да, по цене, начиная от цены, шестьдесят восемьсот, и заканчивая ценой шестьдесят семьсот девяносто, да, и вверх пооткрывала всех, кто здесь лимитников поналожили, да, всем открылись лимитники, потому что вот где закрылась данная прокалывающая свеча, потом получается мы уходим обратно под уровни, сейчас немножко продавят, я так думаю, где-то продавят до этого уровня, уже немного осталось, 30 пунктов, да, уже продавили 40 пунктов почти, сейчас давайте точно интересно посмотреть, да, 40 пунктов уже продавили, то есть пытаются забрать стопы, чтобы цена дальше свободнее пошла вверх, вот такие вот дела, еще продавили немножечко, так что сейчас надо, друзья, смотреть, от этого уровня может быть хорошее отбитие у нас, и мы пойдем дальше вверх, вот, но заходить в рынок, заходить в рынок именно здесь я не буду, да, от этого уровня зайду, уже когда пробьет этот, этот локальный уровень, да, то есть у нас тут было накопление, сейчас идет поход за стопами, будет какое-то пробитие, опять здесь будет какая-то консолидация, набор позиций, да, и потом уже цена, ну, по идее, должна пойти вверх, а там посмотрим, как произойдет, поэтому пока что ждем, пока что ждем, таких наших моделей, каких-то нету, ни по одному инструменту, да, ни ложно пробойных, ни просто пробойных, ни отбойных, никаких нету, поэтому в рынок мы не входим, ждем, смотрим, что будет происходить, сейчас я как вижу, то, что я вижу, это произошла консолидация цены над уровнями, сейчас идет поход за стопами, вот, и цена дальше пойдет вверх, то есть, да, видим, вот четко, четко на этой картинке видно, цена пошла, ударилась в уровень, пробила его, да, собрала лимитники, которые были на продажу, от этого уровня, собрала все, потом собрала стопы, сейчас она легенько себе нырнет до этого уровня, тоже собрала все лимитники, на минутке было видно, да, как это происходило, собрала все лимитники вниз, да, сейчас соберет стопы вниз, и пойдет себе вверх, то есть, происходит такая себе зачистка, зачистка уровней, да, вверх-вниз, шатают, набирают позицию, крупные игроки, банки, да, чтобы мелкие трейдеры не мешали им отрабатывать уровни, да, сейчас вот будет, тычок в этот уровень, как я и говорил, тычочек в этот уровень, и от этого уровня может быть легкое прокалывание, да, небольшое, и от этого уровня, в принципе, цена должна пойти сюда, здесь немножко может под уровнем, над уровнем сконсолидироваться, и пойти дальше вверх, все, ожидаем, друзья, потому что я и так уже много болтаю, да, уже на 40 минут наболтал, дальше буду только включать, если какие-то у нас будут реальные ордера, итак, друзья, что мы наблюдаем, наблюдаем мы просто бешеную волатильность, одной свечой цена ходит в районе 110 пунктов, просто, как будто бы уже какие-то новости происходят у нас, понимаете, вот, волатильность бешеная, входить в рынок не знаю, да, то есть смотрите, что у нас произошло здесь, вот как я и говорил, да, цена сделала ложный пробойчик, да, потом дошла до этого уровня, потом резко отскочила вверх на 150 пунктов, да, ну здесь она открылась, пошла вниз, мы это наблюдали с вами, да, потом резко вверх, теперь опять снова резко вниз, то есть буквально за 15 минут цена входит вверх-вниз, 150 пунктов, да, но сейчас вот уткнулась у нас, тоже видите, уровень подтверждается опять, давайте сделаем M1, чтобы было более наглядно видно, аж терминал подвисает, да, потому что информации столько, столько тиков там за минуту, что невозможно, да, смотрите, четенько уткнулись в наш уровень, это подтверждает то, что уровень проведен правильно, вот, и цена сейчас разворачивается и уходит вверх, по всем канонам и по всем правилам, если мы хотим войти вот этого уровня, то нам стоп надо ставить за ближайший лоу, а то есть ниже этого уровня, а это 80 пунктов, 80 карл, опасно, опасно, волатильность больше 100 пунктов, смотрите, цена проходит буквально 150 пунктов, в одну, в другую сторону, вот, но опять же, у нас было много подтверждений, этого уровня, было небольшое ложное пробитие, после которого цена сходила вверх, да, то есть, набиралась позиция, достаточное время, то есть, если вот это рассмотреть, как достаточное время, с тестами уровня, да, и сложным пробоем, с открытием всех лимитных ордеров, которые скопились, над этим уровнем, и цена у нас сходила, сейчас до этого уровня, и уже какие-то стопы позакрывала, то есть, на этом пути 100% были какие-то стопы, которые выставлялись за вот этот хай, да, те, кто пооткрывали здесь, стопы 100% за этот, за этот лоу, повыставляли, вот, и цена сейчас оттолкнулась от этого уровня, и бежит себе вверх, вот, будем ли мы здесь открываться, я еще не знаю, я пока думаю, да, но логично, но логично, если цена сейчас забежит у нас за этот уровень, в принципе, можно было бы здесь открыться, открыться, я так думаю, с вот этим стопом, от этого хая, 35 пунктов, больше смысла нету, открываться, ну, стоп ставить больше смысла нету, потому что, если цена опять нырнет под уровень, она опять и сюда и дойдет, да, то есть, если это началась у нас нисходящая тенденция, то есть, цена обратно и занырнет сюда, но, скорее всего, это был поход за стопами, как вы видите, цена быстренько у нас, пердолит, как можно выше, мы сейчас быстренько, вот такой вот манипуляцией делаем, да, чуть ниже, чуть ниже нашего уровня, ну, и что ж, будем надеяться, что мы все правильно проанализировали, раз, два, три, четыре, цена вернулась обратно за уровень, и сейчас она пойдет у нас дальше бить хаи, да, то есть, стопы собрали, цена вот с легкостью за пару минут вернулась, на 80 пунктов вверх, будем посмотреть, правильно ли мы анализируем эти походы, эту волатильность, если мы сейчас получаем стопа, значит, что-то мы анализируем неправильно, но опять же, не работать, не учиться, не, 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 не учиться понимать рынок, тогда зачем мы, вообще этим занимаемся, да, то есть, надо учиться занимать, понимать рынок, если сейчас мы даже и получим стоп, вот, что, что уже похоже на то, причем, что сформировалась у нас ложного пробития модель, наша, да, на 20 пунктов плюс 60, опять к низу, ну, это не факт, да, посмотрим, короче, ставлю на паузу, будет take profit, stop loss, ключу дальше будем смотреть, долго ждать не пришлось, буквально 30 секунд, мы получаем стоп-лосс, цена обратно убегает вниз, говорю, волатильность просто нереальная, работать, на таком рынке очень сложно, смотрите, что с ценой происходит, она просто там за несколько минут, просто 80 пунктов в одну сторону, 80 пунктов в другую сторону, это просто жесть, хотя с другой стороны, если логически все-таки размышлять, да, то все крупные игроки знают логику и поведение мелких игроков, то есть, да, было у нас одно касание, второе, там, да, третье, с легким пробитием, четвертое, и большой игрок понимает, что сейчас маленькие игроки, да, маленькие трейдеры, опять здесь пооткрываются, вот он пробивает, и сразу же разворачивает цену, чтобы пойти забрать эти маленькие стопы, которые кто здесь где повыставлял, вот, ну, будем наблюдать, будем наблюдать, если цена опять войдет сюда за этот уровень, будем опять пробовать входить, другого варианта я не вижу, хотя опять же, смотрите, на 15 минутке, да, оттолкнувшись от нашего уровня, да, на круглом уровне 0.9300, формируется модель обратная, ложного пробоя, наша моделька ложного пробоя, ушко немножко удлинилось, да, выровнялось в районе 10 пунктов, что считается нормальным, да, и в принципе, в принципе, кинув стоп-лосс в районе 40 пунктов, здесь сейчас можно попробовать войти, да, на покупку более ниже, скажем так, вот, делать это или не делать, я еще пока не знаю, ну, наверное, можно сделать, но, видите, цена стремится все-таки вверх, поэтому, перейдем на М1, 300 уровень, уже цена, смотрите, опять убегает вверх, опять тыкается в этот уровень, сильный уровень, да, зеркальный, смотрим, тут, 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 разворот, тут, тут, и уже начинает тыкаться тут, может быть, пока что не стоит входить, потому что цена сейчас может здесь потыкаться, потыкаться, и уйти вниз, то есть, тут еще не факт, что она пойдет дальше вверх, то есть, никто не знает, куда пойдет цена при такой волатильности, что задумал крупный игрок, да, никто не знает, вот мы видим, да, на минутке, сейчас тыкнулась в уровень, развернулась, пошла обратно, короче, ждем, пока что ждем, вот смотрите, что происходит, опять же, происходит то, что я и предполагал, да, мы пробились вниз, да, пошли вверх, вот этого только я не ожидал, да, и сейчас отнизу идет поджатие, я вот думал, что вот этим поджатием все и закончится, и дальше пойдет пробой уже вверх, да, и движение цены вверх, но нет, решили еще раз топики собрать, и смотрите теперь, что происходит, раз тычок, отходик, два тычок, и сейчас цена стремится опять пройти, стремится опять пройти, кидая стоп за ближние, цена чуть подуспокоилась, да, нет уже этого резкого подергивания, даже и не знаю, что делать, ребята, честное слово, такой рынок волатильный, такой же ж гадина, волатильный, непонятно, кто здесь, что и будет, и когда делать, да, цена может в этом канале сейчас задолбиться, просто, а кидать стоп, превышая свои риски, нереально, это нереально, нельзя так делать, еще одну попытку сделаем войти по евро-доллару, если не даст нам этого сделать, ну что ж, придется тогда пока что не торговать, да, придется пока что не торговать, по новозеландцу, тоже смотрите, что происходит, немножечко откатик пошел, да, причем по новозеландцу хотя бы это как-то, как-то форменно идет, да, свеча вверх, свеча вниз, и она немножечко откатывается вниз, и вот ударяется, давайте посмотрим это поподробнее, ну здесь хотя бы похоже на какой-то классический флаг, да, то есть если сейчас отсюда оттолкнется от этого уровня, давайте на минутку глянем, вот четко ударяется в уровень, 15 пунктов, да, больше, больше лоу у нас нету, смотрите как, четенько, да, можно попробовать здесь сейчас войти на покупку вот этого уровня тоже, с небольшим стоп-лоссом, давайте так и сделаем, новый ордер, давай маркет, пока что сделаем вот так, да, а теперь подтянем просто стоп, подтянем стоп, скажем, будет поближе, ну у нас и так 40 пунктов получает, 10 многовато, еще немножечко подтянем, если цена пойдет в нашу сторону, она и так пойдет, если она не пойдет, то и не пойдет, вот, вот что я скажу вам, друзья, все, смотрим, ждем, что у нас будет по нашим сделочкам, и так, друзья, по евро-доллару мы получаем, стоп, зараза, так, а новозеландец там упорно сопротивляется, да, сходил он немножко вверх, опять к этому уровню, круглому 6800, да, и сейчас его тоже толкают вниз, но новозеландец немножко ведет себя по-другому, чем евро-доллар, тоже пропихают, опять задергался рынок, резкие эти всплески, резкие эти подергивания, да, что я могу сказать, ничего, то есть, да, все, у нас картинка рисуется, вся, что будет пробитие, да, цена вот даже закрывается постоянно над уровнем, тут вообще открылась, над уровнем закрылась, все, и чик-чик-чик-чик опять поползла вниз, опять волатильность бешеная, не знаю даже, ребята, что ей сказать, просто, не торговать, что ли, эти дни, пока пампят рынок, да, пару дней, может, не торговать, ну, фиг его знает, посмотрим, короче, пока что, пока что торгуем, не торговать, тоже такое дело, надо понять рынок, надо понять, что происходит, и как работать, так, друзья, по новозеландцу тоже получаем минус, получаем стоп-лосик, смотрите, что происходит с евро, евро вообще долбанулось полностью, начинает ползти в другую сторону, вот я и говорю, эти волатильности, друзья, это просто какой-то трэш, ну, то есть, все должно быть на покупку, то есть, да, сегодня продают все, не знаю, ничего не работает пока, будем смотреть, следить, может, будем где-то по моделям заходить, потому что пока что в модели, модели пробойные не работают, вот просто на секундочку, хочу включить, и показать, что происходит с рынком, что это такое, что это, что это, такое ощущение, как будто бы новость какая-то вышла, да, и оно его колбасит, смотрите, поение вообще, джин-джин-джин-джин-джин-джин, вверх-вниз, вверх-вниз, просто, лихорадит, рынок лихорадит, просто, коронавирус напал, на рынок напал коронавирус, друзья, ой, смешно-смешно, так, как бы не было так, грустно, да, смотрите, просто, хвостяра, 130 пунктов, цену дальше давит вниз, дальше давит вверх, смотрите, евро-доллар, просто, в лихорадочных судорогах, каких-то, извивается, ну, вообще, а новозеландец, раз, и застыл, упал, поднялся, и застыл, все, вы там себе труситесь, да, а я постою, ну, новозеландец, видите, как-то не так резко реагирует, но у нас идет разворотик небольшой, или, или откатик, или разворотик, после этого движения, да, большого, да, сколько тут на 500 пунктов, пошел такой откат, флэт, я ожидал, последующего движения, ладно, ждем пока, ну, короче, что сказать, гадство какое-то, брык пробило, вниз резко, и обратно ползет вверх, не знаю, что делать, друзья, ничего не работает, и я уверен, что и модель вот эта себя не отработает, да, потому что локальная, да, рисуется на, где-то на 200 уровне, на 0.9, 220, 225, да, с небольшим стопом, там, отработало себя, то есть, если с маленьким, там, 15-ти пунктовым стопом входить, вот 225, то как бы отработало себя, ну, что, такими маленькими перебежками пробовать работать по каким-то локальным уровням, я даже не знаю, что делать, честное слово, потому что, ну, что-то невероятное творится с рынком, красивая, красивая формация происходит, ложное пробитие, возвращение обратно, еще одно ложное пробитие с походом за стопами, да, с глубины возвращаемся к уровню, пробиваем, заходим, трысь, опять заходим, трысь, что делать, не знаю, опять, смотрите, уже отсюда, да, уже отсюда, уже вот цена, вот она уже, опять, два пункта от, от нашего уровня локального, да, где происходит этот весь балаган, ну, кто-то не хочет пускать выше, да, то есть, кто-то, какой-то крупный игрок не хочет пускать выше этого уровня, может, не стоит туда лезть, да, но, опять же, сейчас собрали стопы ниже этого уровня, собрали лимитники вверх, сейчас цена может полететь, так, еще разочек пробую входить на покупку, еще разок пробую входить на покупку, не пойдет, значит, все, на сегодня с евро-долларом, на сегодня с евро-долларом будет все, покончено, так, зашли, ожидаем, так, что новозеландец, ну, новозеландец уже сильно высоко убежал, высоковато убежал, да, если мы здесь входили, то здесь он уже, вот он уже, кстати, новозеландец тоже, вот этот уровень тестирует, да, был пробой, выскок, пробой, выскок, пробой, сейчас вот опять касание уровня, если сейчас будет пробитие, то цена пойдет, если не будет, я даже не знаю, но тут, конечно, с такими стопами входить, надо что-то поменьше, какой-то поменьше стоп искать, да, ну, будем, если пробьет, будем тоже входить со стопом, там, 40 на 120, ну, потому что не вижу смысла больше терять, больше терять не вижу, у нас 3% потери на день, если мы потеряем больше, уже мы свой риск менеджмент, опять же, порушим, вот, пока что, новозеландец не пробивает, а, по евро-доллару, у нас формация пробойная произошла, как мы видим, да, наша пробойная, наш пробойный бар, хотя и на М1, но все равно, да, пробойный бар случился, цена пытается выскочить вверх, давайте будем наблюдать за новозеландцем, если он сейчас пробивает этот уровень, то и по новозеландцу будем ходить, главное, чтобы пробитие было, еще разочек по новозеландцу тоже войдем, и на этом, в принципе, и закончится наш лимит, если мы возьмем еще 2 стопа, да, что там у нас по истории, по истории у нас сегодня 19 число, 4, 5, 9, и 3, 15, ну, в принципе, еще одна сделка останется, да, еще одна сделка останется в запасе, вот, евро-доллар наконец-то начал стремиться к верху, хоть немного побил, побил уже немного все хаи, да, которые были, в принципе, новозеландец тоже должен пойти, да, идет, пробивает уровень, давайте заходим на бай, быстренько стоп лосс, тейк профит ставим, новозеландец всегда немножко запаздывает, за, за евро-долларом, как показывала практика, ну, будем надеяться, что в этот раз мы не ошиблись, столько было тестов, тестов-ретестов этого уровня, я думаю, вот по новозеландцу это четвертый, раз, два, три, четыре, четвертый пробьет или не пробьет, вот в чем вопрос, то есть обычно на четвертом ретесте уровня происходит пробой, будем смотреть, ждать, итак, друзья, по евро-доллару нам удается забрать этот тейк профит от этого уровня, да, даже сходила цена до уровня 952, смотрите, тоже четко уровень поставлен, да, первый тычок в уровень у нас произошел, и хай был 0,9952, да, 0,9, 0,9,520, 0,9,521, там один пункт плюс-минус, да, потом следующим баром немножко заскользнули за этот уровень, да, и откат происходит, все, будем наблюдать, что будет происходить возле этого уровня, да, вот, по другим, пока что валютным парам, у нас тоже происходят, а вот, кстати, мы и приближаемся и по Новозеландцу, да, он немножко запаздывает, вот, немножечко он запаздывает, но движется в нашу сторону, вот, по остальным, пока что ничего нету, такого интересного, по остальным валютным парам, да, цена тоже резко ходит, но именно какой-то формации хорошей, ну, не видно, да, то есть, вот как, как было у нас по евро-доллару, по, по Новозеландцу, по евро-доллару, нету у нас никаких, таких формаций возле уровня, да, накопления, ну, давайте так просмотрим в большом открытом, да, то есть, франк, франк у нас ходит от верха к низу, от низа к верху, да, ничего, ничего особо тут, как бы, не видно, да, очень большая волатильность, большие свечи, джух, 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 непонятно, что и куда пойдет, вот, евро-доллар, было накопление у нас, вот мы ждали этого пробоя, был ложный пробой вниз, собрали стопы, хорошо, да, видите, как собирают хорошо стопы, то есть, когда такая большая волатильность, на рынке, то и стопы хорошо собираются, да, вот здесь вот, был удар, в уровень, 0,9200, 0,92110, вот, и отсюда уже цена, начала идти к уровню, 0,9500, то есть, вот вам, смотрите, какая волатильность, 300 пунктов, да, 15 минут, иена, иена, опять у нас сигнальчик какой-то, сработал, видать, а, это сигнал, индикатора, АТАРа, где-то, цена дошла до границы, АТАРа, давайте, просмотрим, тут нет, по франку, нет, евро, доллар, тоже еще нет, по иене, да, по иене дошла до границы своего АТАРа, и был у нас сигнал, так, австралиец, ну, вот, австралиец тоже кружил возле этого уровня, давайте посмотрим на минутки, посмотрим на минутки, да, было накопление позиции, но здесь не было столько ретестов уровня, да, вот, одно прошивание, второе, и цена пошла вместе со всеми, со всеми валютными парами, да, то есть, ну, не было тут от чего оттолкнуться, да, там, не было несколько касаний, и чтобы можно было оттолкнуться, если нету касания, это нельзя считать за касание, вот, здесь было касание такое сложное, да, здесь было пробитие, поход за стопами, ну, небольшой, да, и цена пошла вверх, по австралийцу, новозеландец, сейчас, погодите, австралиец вернем в 15 минутку, ну, здесь как бы такой флажок, но он уже такой растянутый, образовался, да, флаг, такое себе, вот, ну, и шел, но и шел четко по граням, да, то есть, вот, коридор образовался у нас, нисходящий, шел четко в этом коридоре, вверх, вниз, вверх, вниз, и пробил, наконец-то, вверх, новозеландец точно так же образовал флажок, такой затяжной, и тоже пробился вверх у нас, как вы видите, сейчас идет небольшой откат, по данной, по данному ходу, да, и если, если будет отход аж сюда, глубоко вниз, я закроюсь, вручную закроюсь, не будем отдавать прибыль, а тем более не будем отдавать, нашу, нашу позицию, то есть, в минус, да, то есть, волатильность высокая, сейчас цена, так же, как она прошла, 100 пунктов вверх, сейчас так же может пройти 100 пунктов вниз, да, пока что цена идет вверх-вниз, вверх-вниз, смотрим, что будет происходить, вот, поехали дальше, фунт, фунт тоже, полнейший расколбас, смотрите, какие хвосты, у нас хвосты, по 200 пунктов, ну, то есть, входить в фунт, давайте на более мелком таймфрейме посмотрим, тут, 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 пошел немножко вверх, пробитие, раз, тест, да, тут не дошло, потом раз, тест, откат, смотрите, какой огроменный, откат на 300 пунктов, и тут сейчас, пошел, ну, тут кругленький уровень, конечно, 20, 20, 200, да, протестировала его, да, 22, 22, 22, протестировала его, проколола и отсюда откололась, вот, вот, такие делишки, друзья, такой волатильный рынок у нас сильно, сильно волатильный, давайте на канадца посмотрим, что у нас по канадцу, ну, тоже такое особо, чтобы сказать, пробили уровень, накопление было, пробили, прошли до этого локального уровня, потом обратно, просто, просто накопление позиций, то есть, нету какого-то четкого закрепления над уровнем, да, тестирования его, и потом ухода вверх, ну, как я и говорю, пока что, как я и говорил, по остальным, ничего нету какого-то плюс-минус нормального видения, да, цена, цены абсолютно неконтролируемо, ходят очень сильно волатильно, поэтому пока что следим за евро-долларом и за новозеландцем, они более или менее делают какие-то формации, да, какие-то флаги получаются, какие-то модели классические, вот можно было еще по австралийцу, конечно, попробовать поработать, тут хотя бы тоже более или менее какая-то ясная картина у нас, вот, пока что на этом все, друзья, итак, друзья, смотрим, что у нас происходит, как бы цена, цена, да, почти дошла до нашего take profit, и тут вообще было 4 пункта, да, и сейчас цена остановилась, может быть глубокий откат, да, не хочу пережидать этот откат, видите, цена остановилась, все, начинает, начинает замедление своего движения, так как по остальным инструментам тоже пошло замедление, я предлагаю закрыть сделку вручную, чтобы не отдавать прибыль, то есть цена вот уткнулась у нас в этот уровень 60 922, это вот у нас хай, да, то есть цена не смогла побить этот хай, да, вот она в него уткнулась, прошлый хай, да, и сейчас пытается от этого хая отталкиваться вниз, у меня большое желание закрыть вручную, потому что видите, что происходит, откат, может быть я неправильно делаю, да, то есть уже сейчас поздно, если закрывать, то может быть надо было здесь где-то закрывать, может ждать от take profit, но опять же, волатильность рынка больше 100 пунктов, можем сейчас вообще в минус укатиться, да, то есть смотрим, что происходит по евро-доллару, да, по евро-доллару, ну евро-доллар немножко дальше ползет вверх, иену не берем, а вот допустим доллар-франк, да, было движение резкое вниз, теперь движение резкое вверх, вот, не знаю, ну ладно, будем сидеть в позиции, что же делать, будем сидеть, забирать наш take profit, будем надеяться, что этот откатик будет небольшой, и цена сейчас обратно пойдет вверх, потому что новозеландец плюс-минус движется в ногу с евро-долларом, а евро-доллар обновляет хаи, да, да, с откатами вниз, но все равно обновляет хаи, давайте, кстати, посмотрим, что у нас происходит возле этого уровня, что у нас происходит возле этого уровня, возле этого уровня происходит очередной набор позиций, да, если будут какие-то более четкие откаты, или так, и цена может пойти вниз, или так, да, ну, скорее всего, какой-то лимитный игрок сейчас подожмет под уровень, да, несколько ретестов, и цена дальше полетит вверх, судя по прошлому поведению, да, цены, цена тоже так выскочила наверх, потом пошла вниз, накопление позиций, и выскочили к следующему уровню, да, до АТАРа нашего еще 200 пунктов, от этого уровня можно еще поработать, короче, следим пока что, пока что не закрываемся, следим, что будет у нас, так, друзья, я решил переждать, как бы, нашего take profit, но перенести стоп-лосс в безубыток, да, так как мы уже были почти вверху, да, перенесем стоп-лосс в безубыток, это больше 10 пунктов, потому что у нас комиссия, доллар, да, лучше мы закроемся по стопу, да, но без убытка, даже еще немножко можно где-то, чтобы было пунктов 15, вот так вот, да, то есть если цена упадет на уровень обратно, то пускай мы закроемся по стопу, но в безубыток закроемся, да, не отдадим, не отдадим наши деньги рынку, жадному, жадному рынку, вот, друзья, так что такое решение я принял, да, ну, потому что логично, мы говорили, что мы будем, мы будем уменьшать наши убытки, так как цена проходила, вот, видим, цена прошла 105 пунктов, это 1 к 2, 1 к 2 с половиной, да, можно так сказать, 1 к 2 с половиной цена прошла, поэтому перенести стоп в безубыток надо, а возьмет 1 к 3 не возьмет, уже, уже будем смотреть, да, жалко, конечно, что не могу я больше подробить лот, иначе я бы входил, да, тремя лотами по 0,3, вот, по 0,03, да, а не одним целым, и закрывался бы постепенно, да, то есть, прошли 1 к 3, один лот закрыл, два лота держим дальше, передвинув стоп в безубыток, да, прошли 1 к 5, один лот закрыл, передвинул стоп по третьему лоту в 1,2, да, то есть, и у нас получается, что одним лотом мы бы забирали 1,3 движения, вторым 1,5, и третьим 1,1 к 7, да, если бы цена двигалась дальше, а если нет, то, вернее, третий лот двигал бы 1,5, да, стоп, и мы получается, так бы забирали там 1,3 всеми тремя лотами 100%, да, если бы цена подвигалась в нашу сторону, а сейчас, Макс, подожди, а этот самый, а если бы цена и дальше двигалась, то забирали бы еще 1,5 одним лотом, и 1,7 третьим лотом, но, к сожалению, пока что такой возможности нету, надо, надо забустить депозит, тогда хотя бы к 2 тысячам, да, когда мы дорастем, тогда мы сможем хотя бы двумя лотами заходить, и забирать позицию, двумя частями, 1 к 3, 1 к 5, и так, друзья, вот только что в телеграм-канале, Михалыч выложил, Александр Михалыч выложил полный алгоритм, да, по Форексу, тот алгоритм, с которого были выдернуты, вот эти три модели, да, так, идет там запись, да, идет, с которого были выдернуты, вот эти три модели, надо будет обязательно изучить, надо будет обязательно хорошенечко изучить этот алгоритм, вот я вам его даю, вы можете себе поставить на стоп видео, да, отскринить, вот, потому что, как бы ссылку давать я не могу, не знаю, хоть это бесплатно было дано, но это тем подписчикам, которые в телеграм-канале, если хотите, ссылку тоже на телеграм-канал я оставлю, и вы сможете подключиться к телеграм-каналам и получать, но вот так вот тоже заскринить, вы себе сможете полностью весь этот алгоритм, да, пожалуйста, друзья, изучаем алгоритм, и будем пробовать торговать строго по этому алгоритму, потому что, как утверждает Юрий, ученик Александра Михайловича, что по этому алгоритму, у него очень высокие показатели успешных сделок, то есть, там чуть ли не 80% успешных сделок, изучим алгоритм, и будем стараться максимально, максимально, максимально додерживаться всех правил алгоритма, итак, друзья, что мы видим по евро-доллару, начинается распил уровня, да, то есть, начинается набор позиций по данному уровню, 0,9520, смотрите, как красиво цена ходит у нас вверх-вниз, начинают открывать лимитные ордера, пытаться задевать стопы, да, вот, ну, здесь при наборе, как показывает практика, при наборе позиции в рынок входить ни в коем случае нельзя, потому что не было еще конкретного похода за стопами, да, не было конкретного похода за стопами, а тем временем, новозеландец, к сожалению, движется, движется, к нашему нулевому стопу, выставленному, да, в безубыток, ну, посмотрим, дойдет, дойдет, не дойдет, дай бог дойдет до take profit, а нет, то будем пробовать еще раз входить, от этого уровня опять на покупку, да, вот, пока что, вот это, что я хотел вам показать, как идет распил уровня, то есть, идет набор позиций, покупатели, лимитнички пооткрывали, раз, стопы поулетали, продавцы, раз, стопы поулетали, да, и вот так вот, друг к другу сбивают, каждый трейдер какой-то мелкий, начинает выставлять, 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 и цена набирает позицию, вот, но после какого-то конкретного отходика, да, теста, 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 тогда можно будет только входить, вот, как нам показала вот эта картинка, да, тоже был такой распил уровня, но здесь больше какой-то лимитный игрок был у нас на покупку, да, не давали нам на продажу зайти, потом как-то более или менее продавцы, немножко продавили к нижнему уровню, и отсюда уже все, уже пошла, пошла жара, поджали к уровню, еще один поход за стопами, и прилетели к следующему уровню, вот, надо вот такую картинку сейчас торговать, да, пока идет набор позиций, мы ждем, потом несколько тестов, и потом уже пробовать входить в другого варианта, я пока что не вижу, ну что ж, друзья, и так волатильность наша доволатилила нашу позицию, да, до закрытия в безупыток, давайте убедимся в этом, да, мы закрылись небольшим плюсиком, 1.30 доллара, да, и смотрим, цена дальше полетела вниз, поэтому все было сделано правильно, конечно, можно было бы закрыться еще здесь, да, когда цена не добрала этих 4 пункта, вручную, вот, но, как говорится, жадность всегда фраера сгубила, ну, потому что цена могла здесь немножко откатиться, и пойти дальше вверх, да, но волатильность очень сильная, непонятное, что-то творится с рынками, эти дни, ну, как непонятное, в начале этого видео я говорил, что более или менее картина ясна, перед, перед плохими новостями, рынок пытаются накачать, да, финансами, чтобы он как можно больше вырос, вот, и накачать, накачать финансами, чтобы он как можно больше вырос, потом просто, чтобы при падении, чтобы опять не пробить дно какое-то, да, то есть, вот смотрите, что происходит, давайте даже не так, на дневку перейдем, да, то есть, сейчас идет, смотрите, вот где у нас были сделки, да, на прошлой неделе, вот, и теперь смотрим, насколько цена выросла, да, то есть, на полторы тысячи, 1600 пунктов, а вот представьте, что выходят новости плохие, и цена опять начинает второе дно пробивать, да, а если она пойдет сюда, здесь особо никаких уровней нету, да, она может укатиться и еще намного, дальше, поэтому сейчас, нацбанки занимаются накачкой цены, накачкой своей национальной валюты, для того, чтобы, когда будут выходить новости, какие-то плохие, цена не сильно проваливала, сегодня, вот у нас, уже скоро две новости по доллару, по доллару, будем смотреть, что будет происходить, торговать уже в это время, я не знаю, есть ли смысл, да, вот смотрите, что произошло, то есть, цена, откуда мы начинали торговать, и сюда же и вернули, грубо говоря, так что такое, пока что следим дальше, что у нас будет происходить, по евро-доллару более или менее, какая-то хотя бы адекватная картина видна, да, то есть, цена не убегает, я не могу понять, почему она так по новозеландцу убежала, ну, по евро-доллару, вот видите, да, распил уровня идет, и вот я поставил 0,9500, круглый уровень, да, и здесь, как бы, цена в него бьется, бьется, и ниже, ниже не уходит, да, и идет распил уровня 0,9520, да, на 20 пунктов выше у нас установлен наш, наш уровень, да, сильный, и он подтвердился себя, то есть, вот, и шла у нас свечка, и она закрывается четко на этом уровне, 0,9521, вот, то есть, уровень у нас есть, он сейчас спилится, идет, идет накопление позиции, вот, плюс-минус 20 пунктов, да, то есть, общий ход цены, где-то 60 пунктов, плюс-минус 30 пунктов, вверх-вниз, 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 посмотрим, что у нас будет, на 15 минутке уже более или менее, сформировался такой небольшой флажочек, да, давайте, давайте немножко увеличим, и на 15 минуточке проведем, проведем этот флажок, да, то есть, вот что-то у нас тут такое происходит, давайте, свойства рисовать объект, как фон, параметры, уберем луч, чтобы он нам не мешал, этот луч, да, вот что-то такое у нас происходит, и сверху тоже, вот, что-то такое, плюс-минус, можно это подрастянуть, да, вот так вот сделать, чтобы было более наглядно видно, ну, так, наверное, нет, все-таки, он мы по хаям проводим, вот какой-то такой коридор у нас образовался, и идет он на сужение, этот коридор, да, как видно, это более ровное, получается у нас уровень, да, уровень поддержки у нас более ровный, уровень сопротивления у нас сужается, да, посмотрим, что произойдет, посмотрим, давайте, более детально, да, вот оно у нас так все происходит, сильно прошивается уровень вверх-вниз, не знаю даже, да, четко, нету вот такого разграничения, как здесь, да, цена ударилась, отошла, прокололась, отошла, прокололась, да, какое-то накопление, потом отход, потом пробитие, здесь нету такого, просто идет распил уровня, аккумулируется какая-то сила, да, если входить в рынок, то со стопом, хотя бы 10 пунктов ниже, этого уровня, 10-15, может быть даже, ну 15, наверное, многовато будет, а 10 будет самый раз, ну это как раз на пределе нашего риска, можно будет входить, да, на пределе нашего риска, пока что этот уровень себя неплохо показывает, 09,490, пока что цена за него не убегала, да, вот, поэтому, если мы хотим от этого уровня входить на покупку, то после ухода за этот уровень, хотя бы пунктов на 30, при возврате, можно будет попробовать войти на покупку, да, то есть уход от уровня, пробитие этого уровня, будет для нас сигналом того, что набор позиций закончился, идет поход за стопами, да, вот как здесь, но опять же, видите, здесь был один поход за стопами, потом второй, то есть еще глубже уходила цена, ну, будем посмотреть, как говорится, будем посмотреть, что будет происходить, тем более, что уже скоро у нас, вот через 6 минут, открытие Нью-Йоркской сессии, да, может этого и ожидают все трейдеры, открытие Нью-Йоркской сессии, и на Нью-Йоркской сессии, как мы знаем, тоже цена начинает прыгать, как бешеная, причем, что, ну, как бы американцы будут торговать, мне кажется, больше в свою сторону, да, то есть укреплять доллар, чем, чем укреплять евро, поэтому, возможно, от этого уровня, даже и глубокое падение, возможно, и даже и такое, ну, будем смотреть, пока что будем наблюдать, итак, друзья, будем пробовать, от этого уровня, входить на пробитие, да, вроде как, набор позиций прошел, вроде как, поход за стопами, тоже прошел, да, видим, на 80 пунктов, сходила цена вниз, и вроде как, устремилась она у нас, вверх, да, вроде как, пробитие уровня, очередное, да, очередной ретест, не знаю, тест, ретест, ну, вот, здесь было касание, здесь было касание, здесь было касание, потом после этого маленького прокольчика был улет у нас, да, на 80 пунктов вниз, сейчас цена вот проколола, уже так основательно проколола на 15 пунктов вверх, да, можно посчитать, что это уже было пробитие уровня вверх, да, и цена вот сейчас постремилась вверх, как я и говорил буквально 5 минут назад, да, по евро-доллару, происходит картинка, которую мы уже только что видели, да, вот, хоть бы не было дальше улета у нас за флажки, как говорится, потому что это, конечно же, сыграет не нам на руку, вот, но вообще, пока что, пока что, вроде бы все идет по плану коммунизма, да, то есть, поход за стопами был, причем, причем нормальный поход, то есть, такой же, как и там был последний, порядка 80 пунктов, все, будем следить, смотреть, что будет происходить, если цена сейчас пробьет у нас уровень канала, то тогда точно она пойдет вверх, видим канал, да, сформировался, цена четко ходила в этом канале, сейчас пробила канал вниз, да, и сейчас пойдет вверх, то есть, какие-то стопы у нас здесь стояли, да, за, за уровнем канала сформированным, они их забрали, и теперь возвращаются вверх, будем смотреть, что будет происходить с верхним уровнем канала, и не вернется ли цена, обратно к нашему стоп-лоссу, что она уже делала сегодня, несколько раз, ой-ой-ой, смотрите, какое идет накопление энергии, да, как сужается пружина просто, сейчас она как рванет, рванет, я не знаю, будет потоп, да, главное, чтобы не против нас она рванула, а туда, куда нам надо, в нашу сторону, вверх, давай уже рвани пружина, рвани на, скотина, такое творится просто, с этой волатильностью, да, с этим пампингом, ну давай уже, уровень пробивай, есть пробитие, ладно, друзья, буду следить, включусь уже, когда что-то произойдет, а то видео затягивается, дайте, кстати, посмотрю, что там, о, уже полтора часа, не надо выключать, до сих пор,